Так или иначе, близится время подводить итоги и давать себе обещания на следующий год. Строить планы, которые, как вы знаете по опыту, не сработают. Что происходит, когда вы даете себе новогодние обещания? Больше пить воды, гулять, общаться с друзьями, может быть, бегать по утрам. Что еще бывает? Каждый себе планирует, вот, кто во что гораст. Похудеть. Ну, кто о чем. В общем, в первую неделю января вы на все свои обещания, ну, собственно говоря, как говорится в народе, забиваете, да? Ну, а ведь праздники. А потом вы про них вообще забываете. В лучшем случае вспоминаете где-то, ну, не знаю, осенью. Тогда начинаете терзаться чувством стыда, потому что чего-то не сделали. Год почему-то, ну, собственно говоря, пролетает, а вы даже не замечаете, что забыли о том, что планировали 31 декабря прошлого года. Если вы узнаете себя, то вам точно будет полезна наша беседа. В студии Роман Дусенко, бизнес-тренер, коуч и мотивационный спикер. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Какой пессимистичный сценарий вы все, ребята, нарисовали. Это мы вызывали интерес для людей и такой вот острый портрет. Ну, просто так ведь у каждого бывало, что 1 января просыпаешься, потому что так, ну, потом еще, час после пра, потом еще, а потом еще, а потом попозже. И в итоге все это откладывается. Ну, такое просто у каждого было, правда. Иван, скажи, пожалуйста, а вот у тебя есть цели на 23-й год? На 23-й уже все цели пока выполнил. То есть, получается, вот. А вот на 24-й еще есть амбиции у меня хорошие. Илья, у тебя? У меня есть такой эскиз. Был, был. А, на 23-й был, да. То есть, удивительно будет тогда, когда ты 31 декабря откроешь этот эскиз и увидишь, что он вместо наброска превратился в рисунок. Бывает такое? Ну, конечно, конечно, конечно. А я вот не расписываю себе цели на год. Я примерно могу, допустим, анализировать, что было мной сделано. Но конкретно не прописываю, не ставлю прям вот четких задач. Наверное, это плохо. Это так же, как я четко, допустим, не планирую свой бюджет. Но я творческая личность. Мне как бы такое ощущение, что этим заниматься не нужно. Но вы сейчас скажите все-таки, как сделать таким образом, чтобы, если у тебя есть какие-то внутренние желания, стремления, чтобы они реализовывались в течение года, а цели не оставались в мусорной корзине? Катя, а как получилось так, что вы сегодня вовремя оказались на эфире? Я поставила будильник. Вы поставили будильник, вовремя проснулись. У вас есть какая-то внутренняя мотивация к тому, чтобы прекрасно выглядеть на камере, привести себя в порядок. И есть какая-то ответственность. Да. Ответственность перед работодателем. В том числе за то, что вы находитесь здесь. И еще есть мотивация в виде заработной платы и любви всех наших прекрасных телезрителей. Вот эти аспекты и заставили вас, или не заставили, наоборот, захотели, чтобы вы оказались здесь. То есть, если мы возьмем простую-простую вещь, да, о том, как человек делает те дела, которые у него получаются, оттуда и появляются алгоритмы. То есть, из неосознанного переводим в осознанное. Мне кажется, это будет самым важным. Первое, почему мы здесь все с вами? Мне интересно, это ваша работа. Если мы говорим о том, о цели, если моя работа, а что еще мне в жизни интересно? Что еще мне может помочь? Например, мы с Ильей виделись летом. Вот за эти полгода, которые прошло, что самое главное происходит в твоей жизни? Хотя бы одно. Но я съездил в отпуск с семьей. Прекрасно. Сколько эмоций, сколько впечатлений. Но это ведь тоже была подготовка. Ведь ты поставил цель, вы с супругой приняли решение, обсудили, куда вы поедете, откопили какой-то бюджет, взяли экстра деньги на всякий случай, потому что там какие-то неоправданные могут быть непредвиденные обстоятельства. То есть полностью весь эта технология является постановкой цели. Поэтому первое, чего мы хотим, что сделает мой следующий год каким-то более счастливым меня, мою семью, моих самых близких людей, ради которых я не забью, как ты правильно сказал, на эти цели. И тогда я 1 января проснусь и буду делать то, что я действительно решил. Это нужно очень глубоко изначально продумать. Не всегда есть цели, которые мы готовы прямо сейчас перед собой поставить. Но, например, в прошлом году у меня не было цели заданной сделать свой сольный концерт. Но уже в течение года я поняла, что я готова. Это, знаете, как рискнуть и потом раз, и, может быть, какими-то даже большими усилиями достичь этой цели. Прекрасная идея, сольный концерт. Ведь когда-то просто ты вдруг о чем-то помечтала когда-то. Вот было бы классно, если бы у меня был свой сольный концерт. Вот это и есть момент рождения твоей мечты и цели. Так это было 7 лет. А кто сказал, что цель должна быть прямо сейчас? Ну просто, может быть, тогда как правильно вы нам подскажете вот сейчас, в декабре, в этой предновогодней суете, услышать самого себя и поставить, может быть, грамотно цель на следующий год. И то, чтобы вдохновлять тебя дальше, то, к чему ты будешь стремиться. И спасибо, Иван, тебе за вопрос. Большинство клиентов, когда приходят и говорят, там, я говорю, слушай, а что ты сегодня ел на завтрак? И человек может вспомнить. То есть мы настолько автоматически проживаем нашу жизнь. Утром проснулся, встав в будильник, привел себя в порядок, поехал куда-то работать, все остальное. Замедлится. То есть при всей нашей безумной скорости нашей жизни просто замедлится. Что это значит? Я вот сегодня вышел на улицу, прошел по скрипящему снегу, посмотрел на небо, там горят звезды. Это же удивительно. Вот этот момент, который нам дает жизнь, просто на секунду осознать. О, а ты в этой системе, ты в этой структуре, хорошо тебе или плохо. Любая постановка цели начинается с того, что ты оценишь, где ты сейчас. Так называемая точка А. Ты понимаешь, где ты сейчас. И вот все, что вокруг тебя есть. Твой внешний вид, твое здоровье, похудение, там, отношения с женой, отношения с детьми, уровень жизни, отпуск, концерт. Вот все, что у тебя сейчас есть, ты говоришь, о, классно, вот где я нахожусь, а что бы я хотел? И тут варианты разные. Есть долгосрочные цели, которые можно потом декомпозировать и привести к целям на каждый день. То есть, по сути, если ты поставил, вот если бы когда-то тебе сказали, Катя, сделай концерт. И вот продуманная цель концерта, он состоялся или состоится? Состоялся и состоится. Классно. Представь, что если бы ты назад отмотала от момента, вот он состоялся, сколько всего нужно было сделать, там, если вплоть до того, что, может быть, это была детская мечта какая-то, получить там необходимое образование, возможности, нанять зал, оркестр и так далее, костюмы. Все, это и есть вот планирование мечты. Отлично. Вот, кстати говоря, мы начали разговор с того, что вот вы правильную фразу сказали, но мы как-то через нее перескочили. Ну, потому что, вот, например, Катина мотивация, может быть, она мне не подходит, потому что вот алгоритм, да, там, ну, мне не нужен сольный концерт, мне нужны какие-то другие истории. И вы сказали, важно еще учиться у самого себя. Абсолютно. Тому, чтобы, вот, да, посмотреть не на то, что у меня не получается и валится из рук, да, там, лучший, там, испанский, да, а, например, вот я ежедневно что-то хорошее делаю и посмотреть на алгоритм того, как я это делаю, и вот этот алгоритм взять и реализовать дальше в каких-то вещах. Абсолютно верно. Когда вы говорили в самом начале вступления, что у нас забиваем, не получается, это знаете как? Люди, которые занимаются разными, там, духовными практиками, говорят, что вот любая неисполненная мечта – это какой-то груз, который ты на себя надеваешь. И вот ты себе что-то пообещал, не сделал, ты с этим грузом идешь. Ты навешиваешь, 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 потом уже перетягиваешь, ты уже бах, и ты уже упал. То есть твои неисполненные мечты тебя тянут абсолютно назад. Надо простить себя, сказать, окей, все нормально, да. И просто действительно, у меня не получилось. Ведь часто бывает такое, но мы же просим прощения, бывает, когда мы как-то неправы. Можно же попросить прощения у самого себя. Слушай, я что-то тут себя так загнал и похудеть хотел, и английский, и все остальное. Давай как-то договоримся с самим собой, что все будет нормально. Примирился, говорит, так, окей, а теперь куда пойдем? И всегда есть бесконечное пространство вариантов, куда ты можешь пойти. Но ты точно понимаешь, к чему тебе больше всего хочется идти. Это, наверное, твое призвание, твоя профессия, твое хобби, твои дети, семья. Вот вообще цель, она многовариантна. Вот если мы говорим не о том, как бы там за бокалом шампанского мы выпили цель, сожгли на бумажке, выпили, да, это классно. Но это цель как бы верхнего уровня. Например, да, опять же, вернемся к твоему, ну, Илья, давай, какую-нибудь цель. Чего бы ты хотел больше всего в жизни? Я бы хотел вести полностью здоровый образ жизни. Супер. То есть в какой-то момент обстановка вокруг тебя, вся обстановка вокруг тебя, семья, дети, они тоже должны присоединиться к тебе. Потому что если ты будешь вести здоровый образ жизни, они будут лопать сникерсы, а жена попивать просека по утрам, то тебе будет очень трудно. То есть вы должны вместе договориться, зачем. Если ваша цель жить долго, увидеть внуков своих, да, это же классная мотивация, но надо эту мотивацию как-то в себе поддерживать. И вот надо дарить себе маленькие подарки, радовать за то, что ты чего-то добился. Например, все православные сегодня уже находятся в рождественском посте, да. И как бы человек просто, как христианская мудрость, она очень простая. Так получилось. Ошибся, да. Господь Бог говорит, ну, ничего страшного, начни сначала. Ты снова ошибся. Всегда можно начать сначала. Начни сначала. Найди в себе силы начать. Но во имя чего? Главный вопрос. Не просто цель я поставил и забыл. Зачем? Если вы все вместе решили в семье вести здоровый образ жизни, дети будут здоровы, вы будете здоровы. Вот это, мне кажется, классно. И будет мотивация быть красивым и сильным, иметь здоровое тело, силу и, как бы, возможности совершать любые другие действия. Спасибо вам большое. Сегодня, вот, мне кажется, прекрасное предложение. Заглянуть немного поглубже в себя, покопаться. Чего хочется, что получается и чего хотелось бы достичь. И это может стать прекрасной мотивацией на будущий месяц, на будущий год, а может быть и на десятилетия. В этом нет ничего страшного. Спасибо огромное. В гостях был Роман Дусенко, бизнес-тренер, коуч и мотивационный спикер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова